Стив Джобс был известен своими бесчисленными достижениями на протяжении всей карьеры. Но еще известнее он был как героический генеральный директор компании Apple. Джобс принял руководство компанией, когда она была на грани банкротства, и сделал ее одной из самых успешных и передовых компаний за всю историю. Мы все знаем, что Джобс был выдающимся бизнесменом и предпринимателем, но противопоставить Apple ее конкурентам в последние годы ему помогли дальновидность и лидерские качества. Также это привело к революции некоторых высокотехнологичных продуктов по всему миру. Стив Джобс яростно боролся за то, чтобы сохранить креативную рабочую обстановку в команде Apple. Джобс сам был примером и создал такую рабочую атмосферу, в которой процветали изобретательность, воображение и желание творить. Стив Джобс показал миру, что в наши дни креативность не просто взаимосвязана с инновациями, она также является неотъемлемой частью существования и роста организации. Лично я поощряю креативность во всем, что есть в моей компании. И я согласен с лидерскими принципами Стива Джобса. Технику креативного мышления, которая может вызывать идеи и порождать великие открытия, я называю «майндсторминг» — умственный штурм. Вы можете использовать ее для существенного увеличения своей креативности и для собственного развития. «Майндсторминг» похож на брейнсторминг, который включает в себя поток креативных идей перед большим собранием или во время сеанса брейнсторминга с другими. Я очень рекомендую вам этот вид деятельности. Вот как он работает. Вы берете листок бумаги и записываете вверху страницы проблему, задание или цель, которые вы хотите решить или достичь, обязательно в форме вопроса. Чем конкретнее он будет, тем лучше будут результаты. К примеру, вы говорите, как я могу удвоить свой доход в течение следующих 12 месяцев? Как я могу потерять такое-то количество килограмм в течение трех месяцев? Как я могу достичь этого уровня продаж или прибыли до середины следующего года? Будьте точны в своих целях и вопросах, и не забывайте устанавливать сроки. Когда вверху страницы есть вопрос, начинайте придумывать на него ответы. Вы приступаете к поиску решения и идей для конкретной задачи или проблемы, и вы должны их записывать настолько быстро, насколько это возможно. Вы могли бы сделать это или то, вы могли бы сделать больше этого или меньше того. Ваши первые ответы придут к вам с легкостью, но вы должны продолжать до тех пор, пока у вас не будет по крайней мере 20 идей или решений. После первых пяти ответов следующие пять дадутся с трудом, последующие десять будут еще тяжелее. Но вы не должны отступать до тех пор, пока у вас не будет 20 ответов. Я давал это упражнение руководителям, менеджерам и сотрудникам больших и маленьких корпораций. И очень часто именно идея номер 20 была способна изменить их жизнь и бизнес. Когда вы занимаетесь майндстормингом, вы просто работаете с креативными идеями своего разума, которые могут быть странными и сумасшедшими. К вам в голову может прийти одна идея, а через минуту абсолютно противоположная. Вас может посетить как глупое, так и очевидное решение, но это не важно. Когда у вас будет 20 идей, просмотрите их снова и выберите ту, которая больше всего нравится вам в данный момент. Доверьтесь своим инстинктам. Ваше подсознание сможет подсказать, но только если вы ему доверитесь. Когда вы выбрали одну идею из списка, написанного вами, запишите ее вверху другого листа и займитесь майндстормингом для того, чтобы придумать еще 20 идей касательно того, как можно ее воплотить в жизнь. Как только у вас будет 20 идей о том, как можно сделать ваше решение реальностью, выберите одну и начните немедленно работать над ней. Это упражнение по майндстормингу повысит вашу продуктивность и поможет быстрее достичь желаемого результата. Если вы будете делать это регулярно, то ваш мозг будет постоянно тренироваться, что приведет к повышению интеллекта и уровня IQ. Вы станете смышленее, и если это будет вашим первым занятием каждое утро, то вы будете умнее, быстрее и креативнее целый день. Просто рискните попробовать.